шалом дорогие друзья с вами в студии шавей цион возвращен на сион алексей бицалель мы продолжаем наши занятия по библейскому ивриту и сегодня я бы хотел рассмотреть одну интересную заповедь которая является основой как в иудаизме так и в христианстве как написано в евангелии от матфея 22 глава 35 39 стих написано так один из законников из учителей закона искушая и шо спросил его говоря учитель какая наибольшая заповедь законе и шо сказал ему возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всем разумением твоим все душой твоей всем крепостью своей сия есть первая наибольшая заповедь вторая же подобная ей возлюби ближнего твоего как самого себя и отталкиваясь от этого места писания мы перейдем к другому подобному случаю который написано также в евангелии от матфея в 19 главе похожие случаи приходит кто-то спрашивает задает вопросы и 19 главе написано другая немножко история здесь написано так вот некто молодой человек подойдя к нему киешуа спросил его учитель благи что мне сделать доброго чтобы иметь жизнь вечную еще отвечая сказал ему что ты называешь меня благим никто не благ как только один бог если же хочешь выйти в жизнь вечную соблюдай заповеди говорит ему какие и шо отвечая сказал не убивай не прелюбодействие не кради не уже свидетельствую почитай отца и мать твою и люби ближнего твоего как самого себя юноша говорит ему все это сохранил я от юности моей что еще не достает мне еще сказал ему если хочешь быть совершенным пойди продавай продай и вей имение твое и раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах и приходи и следуй за мной услышав слово сия юноша отошел с печалью потому что не было большое имение два таких вот интересных отрывка которые написаны у одного евангелиста матфея одно место как я уже говорил 22 глава другое место 19 глава это напоминает нам историю которая произошла немножечко раньше еще до рождества христова были две школы 2 раввеннические школы школах шамая и школа хилеля и там произошла подобная ситуация другие люди другие ответы но подобные может быть вы с этими с истории с этой знакомы но я напомню история о том как один иноверец язычник приходит к шамаю и говорит ему я приму вашу веру иудаизм если ты научишь меня всей торе пока я в силах буду стоять на одной ноге на одной ноге мы с вами можем про и большей крепости как говорится простоять минут пять ну может быть десять а тора такая обильная что рассказать ее двумя словами очень сложно и человек который стоит на одной ноге он сосредоточен больше на том чтобы держать себя в состоянии равновесия чем в том чтобы внимать тонкостям всей мудрости торы и поэтому рассердился шамай и замахнувшись на него палкой прогнал его от себя потому что посчитал себя бы посчитал этого человека богохульцем как можно а тору всю эту библию все что мы имеем с вами такой объем информации выучить или рассказать стоя на одной ноге то есть это пренебрежение к слову божьему но этот человек иноземец он не сдался и пошел тогда анхилелю и обратившись нему с этой же самой просьбы сказал ему я приму твою веру если ты расскажешь мне всю сущность торы пока я буду стоять на одной ноге и тогда хилель посмотрел на него и сказал возлюби господа бога твоего всем сердцем всем разумением все крепостью своей точно также как мы читали в евангелии от матфея и возлюби ближнего своего как самого себя в этом заключается вся тора и все пророки все остальное это толкование иди учи все остальное вот такой мудрый ответ дал хилель этому язычнику и получается что вполне вероятно скорее всего что этот и другой человек который подходя к и шо с этими вопросами знали эту историю знаю это событие которое описано еврейских традициях про шамая про хилеля и вот они как бы затевает такую вот дискуссию но сегодня я хочу разобрать на основании вот этих вот скажем так историй два слова которая есть в иврите так как мы занимаемся изучением иврита это добро тоф и зло ра на основании вот той истории которым прочитали еще раз пришел к нему молодой человек и сказал ему учитель благий что мне сделать благого ли добра чтобы иметь жизнь вечную еще отвечает ему почему ты называешь меня благим никто не благ кроме как одного бога то есть качество благости или качество добра то что на иврите звучит как тоф это есть характер или одно из имен всевышнего творца одно из имен бога и для того чтобы понять это я хочу прочитать отрывок из книги путь творца одного очень знаменитого выдающегося раввина рам халь ради мужа хаим и люца то который пишет такую вот очень интересную мысль я думаю что не надо мне как бы может быть сюда ничего больше добавлять оно будет вам понятно звучит это так очевидно что только бог истинное совершенство лишенное каких бы то ни было недостатков и не существует другого такого же как он совершенство всякое совершенство которое можно себе представить кроме его совершенство не есть истинное совершенство все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими вещами менее совершенными но абсолютная совершенство это только совершенство всевышнего творца поэтому он есть абсолютно добро и поскольку только он есть истинное абсолютное добро или блага его желание доброе желание может быть удовлетворено только воздаянием другим того блага которое он и есть сам ибо это есть истинное совершенное благо я остановлюсь здесь чтобы попытаться может быть своими словами немножко объяснить о чем идет речь когда мы говорим о творце и провозглашение еврейской веры то что мы говорим шма израэль адонай элуэйну адонай эхад мы говорим когда провозглашаем что он один эхад мы говорим об его уникальности и его совершенстве то есть один имеется ввиду здесь что он уникален такого как он нету во всей вселенной может быть два вездесущих не может быть все два всезнающих и всемогущих потому что когда есть уже два или три то тогда они уже исключают эти качества и когда мы говорим о творце который сотворил все его природа это свет бог есть свет и нет нем абсолютно никакой тьмы и может быть мы помним а есть такое в интернете ходит такая история которая говорит об одном профессоре который обучая своих студентов рассказывал доказывал что бога нет и тогда один студент стоит и говорит хорошо если тьма профессор сказал конечно же есть тьма и тогда студентам ответил нет тьмы не существует существует свет от тьма это отсутствие света если холод естественно профессор сказал конечно из холод на что студентам ответил нет холода нет существует тепло а холод это отсутствие тепла то есть мы измеряем все по отношению к тому что имеется свет или имеется холод также и можем сказать есть ли зло зло как таково не существует она является злом по отношению к совершенству к богу к его добру и добро его совершенно тогда когда он этим добром делится с объектом который он сотворил истинное благо или добро это приобщение к нему к творцу поэтому делом вывод что замысел бога в творении создать тех кто будет наслаждаться его благом таким образом каким это возможно для них для сотворенных и поставила его вечная мудрость что для того чтобы это бал благо было совершенным следует чтобы наслаждающийся им был владельцем этого блага этого добра то есть тем кто сам приобретает это благо они тем кому это благо случайным образом досталось что здесь эта мысль нам говорит это говорит нам о том что для того чтобы то благо которое всевышний дает своему творению оно было совершенным творение или в данном случае человек не должен надеяться только лишь на благодать на незаслуженное добро которое творец ему дает а он должен это благо приобрести то есть выбрать путь от зла по направлению к добру от тьмы по направлению к свету и поэтому целью творения было воздать от блага творца другим эта мысль нам дает немножечко понять о чем начинается здесь дискуссия между и еще этим молодым человеком что ты называешь мне благим только благой и совершенный бог отец если хочешь войти в жизнь вечную соблюди заповеди почему он отдает ему такой ответ соблюди заповеди потому что заповеди является высказанной волей творца раз бог он есть благо бог значит и заповеди его они благи совершенны и святы это то что позволяет нам приближаться к нему посредством заповедей мы двигаемся то есть приобретаем то благо они случайным образом она нам достается и поэтому он отвечает хочешь в эти жизни вечную соблюди заповеди и тогда говорит ему какие еще сказал не убей не прелюбодействую не кради не лжесвидетельствую почитай отца и мать твою и люби ближнего твоего как самого себя хочу заметить что во первых здесь не случайно говорится нам о том что человек этот был юн то есть описание здесь называют его юноша юноша на иврите это на ар ну он айн рейш а это слово которое от которого производит происходит глагол ли на эр что-то взбалмошное что-то взболтанное не устоявшиеся это слово относится к этому состоянию когда земля после потопа она была вся перемешана из-за того что когда вода сошла и вот эти воды они перемешали весь этот грунт и эта земля называлась земля на ар то есть она была такая взболмошная и мы часто встречаю в писании именно вот характеристику людей которых называют на ар юноши юноши были с авраамом юноши были в царствах кто читает книги царств истории и там были разные юноши мы не будем на этом останавливаться мы поговорим о именно почему делать ударение на ар это состояние переходного возраста когда из младенчества человек приходит к более зрелому состоянию кто такой зрелый человек зрел человек это тот у которого начинается образовываться какие-то устои человек устоялся в своих взглядах своих каких-то понятиях и у юноши есть вот вроде бы как он говорит все это я сохранил от юности своей чего же мне не остаю не достает то есть писать называют его юным а он еще горит я это сохранил я уже достиг какого-то уровня какой-то зрелости еще отвечает ему если хочешь быть совершенным то есть неважно что мы уже исполняем какие-то заповеди но мы говорим о совершенстве и когда мы сейчас читали то что говорит рам халь что абсолютен и совершенен только бог и еще говорит ему хочешь ли бы ты совершенным слово совершенно это корень шалем от которого происходит слово шалом часто мы думаем что когда мы говорим шалом и говорим мир вам то есть желаем друг другу чего-то мирного хорошего но это гораздо более глубоко слово шалом это также является одним из качеств и имен всевышнего и она имеет в виду что не просто мир а полнота совершенства то есть в только в боге есть это совершенство только сам бог является полноценным совершенным и когда мы приветствуем друг друга говоря друг другу шалом мы как бы призываем и провозглашаем совершенство творца в жизнь того кому мы обращаемся с этим приветствием и поэтому еще здесь говорит ему если ты хочешь быть совершенным то есть приобретать характер такой как у бога отца пойди и сделай следующее действие продай имение твое раздай нищим и будешь иметь сокровище на небесах и тогда следуй за мной давайте посмотрим а заповеди он ему говорит не убивай не проявляйся не кради не лже свидетельствуй почитай отца и мать твою это те заповеди которые написаны в 10 заповедях 10 слове об этом подробно можно прочитать в книге исход 20 глава но люби ближе на твоего как самого себя это немножечко из другого места это из книги левит и вот эта заповедь люби ближнего своего как саму себя она в нас нашей сегодняшнем уроке и интересует в изучении в рита мы сказали первое качество это добро а противоположность ему это зло зло на иврите это ра рейш айн корень рейш айн и вот заповедь люби ближнего своего как самого себя она звучит следующим образом в авто ра эхо к бога а корень ближнего твоего звучит так же как и зло ра корень ближний твой ра эхо от то происходит от того же корня что и слова зло ра рейш айн можно перевести это так и возлюбил зло твое как ты любишь самого себя то есть вот это корень этот он сразу же меняет нас наш подход к тому как мы должны исполнять эту заповедь люби ближнего своего что она значит в этом контексте то есть мы не можем просто сказать я люблю тебя чем дальше ты от меня тем больше ко мне твоя любовь мы должны посмотреть на этот корень и посмотреть что он обозначает что интересно когда мы начинаем изучать иврит то мы обращаем внимание что в иврите есть все буквы считаются согласными и вокруг них ставятся только гласные огласовки и есть две буквы как алиф и айн которые не имеют конкретного произношения но они являются корневыми буквами и произносятся только те огласовки ли те гласные которые стоят возле этих букв и получается что когда у нас есть какая-то буква в корне айн или алиф то от того какая согласовка то меняется сразу же и произношение есть похожее слово которое пишется произносится вернее подобным же образом но пишется по-другому то есть нашем случае ра это рейш айн есть корень рейш алиф который также алиф не произносится но а сразу же меняется смысл если рейш алиф рейш айн извиняюсь это зло то рейш алиф это видеть вникать то есть когда мы говорим что господь смотрит на что-то взирает на что-то мы говорим ра а или ра и господь и слово этот корень она в своем смысле в своем глубоком смысле имеет отношение не просто увидеть что-то а вникнуть сущность рассматривая предмета от корня ра рейш айн который является корнем как слова зло таких корнем слова ближний твой происходит также слово пастух или пастыр надзиратель тот который надзирает над стадом надзирающий над стадом как он надзирает он смотрит то есть к нему нужно потреблять слово с корнем алиф они айн то есть рейш алиф тот кто смотрит но к нему относится корень рейш айн то есть зло почему потому что надзирающий на самом деле должен не просто смотреть а вникая увидеть вот это как бы зло в какой имеется ввиду смысле зло это не совершенство по отношению к совершенному богу то есть если мы в контексте нашего нашей истории посмотрим еще он как добрый пастырь посмотрел на него написано в другом месте по моему это же история что он полюбил его почему он его полюбил потому что увидел в нем но сказал ему есть что-то недостающее тебе чтобы стать совершенством то есть он увидел как бы вот это зло то есть не совершенство по отношению к добру искал хочешь быть совершенным поступи таким и таким образом и тогда ты будешь моим учащиком для того чтобы дать еще один пример о том как пастух наблюдает я хочу обратиться к книге бы решит бытие есть история которая написана в 37 главе эта история про иосифа здесь написано так 37 глава второй стих вот житие иакова и описывается что житие иакова это иосиф которым было 17 лет он пас скот вместе с братьями своими будучи отроком давайте посмотрим это же место на иврите как оно написано или тальдот яков вот родословие якова иосиф бен швайср шана иосиф 17 лет а я был ро и то есть пастух был пастырь это хав это приставка винительный падеж кого он смотрел своих братьев то есть мы читаем в переводе на русский язык что он пас скот вместе с братьями это в принципе грамматически можно перевести и так но если мы буквально будем придираться кто написано что он был пастухом своих братьев и он был на ар то же самое слово употребляется как мы видим здесь в истории юноши который пришел к иисусу кишу а и кого он пас он пас братьев своих и что он делал доводил иосиф худые о них слухи своему отцу доносил слухи раа то есть недоброе вести почему он это делал потому что он их пас пас рейш айн и видел что зло рейш айн и так как он был еще нар несовершенным не мог их скажем так наставить в ихнем несовершенстве на путь совершенства то братья его возненавидели его в нашем случае получается точно такая же история услышав сие юноша отошел с печалью потому что не было большое имение следование за господом она всегда подразумевает что в нашей жизни будет какое-то несовершенство зло и еще говорит кто хочет быть моим учеником отвернись себя возьми крест свой и следуй за мной если мы подумаем что в этом хорошего разве можно кого-то соблазнить стать учеником еще если ты сразу ему скажешь что для того чтобы быть последователем еще тебе нужно выбрать вот такой путь путь самоотречение никто не хочет слышать такую благую весь и такое доброе в кавычках можно сказать евангелие потому что нам хочется чтобы нам сказали о прощении об исцелении о какой-то благодати о процветании а еще говорит если ты хочешь быть моим учеником если ты хочешь добиться совершенства тебе нужно увидеть зло которое себе и избавиться от него посмотрите как пишет об этом в послании галатам апостол павел шауль братья если впадает человек в какое согрешение вы духовные исправляйте такового в духе кротости наблюдая каждый за собой чтобы не быть искушенным о чем павел здесь говорит если вы являетесь духовными наставниками роя кейла или пастырь общины церкви он является тот который наблюдает он видит а согрешение чита вы духовные исправляйте такового в духе кротости наблюдая жив в это время за собой чтобы самим не впасть то же самое искушение носите бремена друг друга таким образом исполните закон или тору маши яха и так сделаем вывод цель творения было чтобы бог совершенный творец абсолютное добро поделился своим добром со своим творением мы должны выбрать нашем состоянии где мы находимся удаленные от творца то есть в царстве зла или в царстве тьмы увидеть свое зло усвидеть свое несовершенство и вас желать его совершенства и начать свое движение по направлению к нему в этом процессе когда мы начинаем исследовать самих себя когда мы начинаем понимать в нас тот зло которое есть и понимать кто дает нам прощение кто дает нам все благость мы перестаем судить ближнего своего а начинаем любить его как здесь написано в авто лера эхо даже если мы замечаем в нем какой-то грех как говорится каждый думает плохо о другом в меру своей испорченности или хорошо в меру своей воспитанности процессе это восстановление этого совершенства это возрастание переходя и состояние младенчества в состоянии юношества из юношества состояния совершенства взрослого человека утвержденного укорененного в любви мы видим если согрешение ближнего своего мы не осуждаем его сразу же а мы делимся всем тем добром всем тем опытом переживанием которым имели в боге и иеремия 15 глава 19 говорит если ты научишься извлекать драгоценное из ничтожного то сделаю тебя как уста мои будьте благословенны пусть бог даст нам всем мудрость с вами был алексей бицалель студия азис медиа город хайфа община шивей цион пусть бог благословит вас всего доброго шалом шалом мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w . азис дефис медиа точка тиви